И еще стоит напомнить, что в России самый высокий в Европе уровень подростковых самоубийств. Причем за последние несколько лет их количество возросло на треть. Кто призывает детей к суициду в соцсетях, кто состоит в группах смерти и о чем нужно знать родителям, чтобы вовремя среагировать. Об этом мы поговорим с корреспондентом Тюменского областного интернет-издания вслух.ру Артемом Пушниром. Артем, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Артем. Что вообще происходит? Будет у нас 130 суицидов с ноября 2015 по апрель 2016. При этом дети-то из благополучных в России семей в основном. Что это такое? Это какой-то заговор, это какая-то эпидемия? Ну, вряд ли это заговор. Я не знаю, уместно ли в данном случае употреблять слово «мода». Но стоит отметить, что подростки, они живут в сети. Поэтому, допустим, технологически говорят «ограничим в контакт». Они перейдут в тот же Телеграм. Они сейчас меняют способы общения, допустим, какие-то встречи назначают в Телеграме, потому что там сложнее вычислить и так далее. И есть такая особенность в интернет-сообществе – форсинг каких-либо тем. Ну, форс или усиление, раскрутка. А сейчас там одной из таких тем является именно форс истории с девочкой, которая в уссурийске якобы погибла. Потом подростки стали обсуждать, что на самом деле она жива. Ну, и вокруг этого появились вот эти все группы, о которых вы говорили. Там «Море китов» и «57» и прочее. Ну, вообще, отходило такое явление «ноги-то растут». Понятное дело, что кто вообще конкретно раскручивает подобные темы? Взрослый человек или такие же подростки? Почему именно? Нет, раскручивают сами же подростки. Поймите, они живут там. Следовательно, они и живут, и общаются, и какие-то действия. Раньше, допустим, могли подростки собраться на улице и что-то обсудить. Сейчас они живут там, и там же организуют какие-то обсуждения. Конечно же, это делают сами подростки. Для таких же, как они, потому что с ними они на одной волне, у них тоже депрессивное настроение. Но если раньше подросток оказывался в ситуации, вот он один в классе такой депрессивный, допустим, нужно искать таких же товарищей, это очень сложно. Он ни с кем не делился, и все проходило. Да, он ни с кем не делился, закрывался, часто выходил из этой ситуации, перерастал ее, проходил социализацию, то сейчас он очень легко может найти по интересам таких же людей у себя в городе, допустим, с помощью того же ВКонтакте. А как? Это же не просто так сделать, взять и найти. Ты говоришь, даже особенно если в телеграмм куда-то уходят. Нет, ну ищешь паблики, соответствующие твоему настроению, вступая с них. Хорошо, хорошо. Тебе не кажется, что все-таки промывка мозгов какая-то идет? А использование определенных фраз, тем же самых, понимаешь, которые, например, родители не поймут? Родители всегда у подростков был свой язык. Мы же с вами сами были подростками, мы понимаем, что подростки всегда хотят противопоставить себя взрослому миру, с одной стороны, а с другой стороны так, чтобы никто не лез в их жизнь, потому что они начинают чувствовать себя уже взрослыми, не детьми, и они ограничат это сознательно. И вся вот эта история с тем, что СМИ стали писать, да, об этом, она очень важна, потому что родители стали обращать внимание на то, чем живут их дети вообще. Хорошо. Как родитель раньше смотрел, вот он играет в Стиме, допустим, он зареген в Стиме, да? Ну, в этих самых известных историях родители тоже вроде бы смотрели за своими детьми, вроде бы все было нормально, вот, да. Здесь как не упустить эти тревожные звоночки. Нужно самим, например, регистрироваться в этих группах, вступать, общаться, вот каким образом, по каким слабам, например? По каким признакам ты можешь увидеть, что что-то не то с ребенком происходит? Опять же, вспомните себя подростками. Если бы ваши родители начали лезть в вашу жизнь, у вас бы это вызвало прежде всего отторжение. Для начала можно просто поговорить с ребенком и понять, чем он живет, чем он дышит. Играет он в игру, допустим, может быть, с ним поиграть. В игру в ту же. Послушать, может быть, ту же музыку, которую он слушает, понять, почему ему это интересно. Это понятно. Обсудить. Подожди, смотри. Но когда человек, как говорится, у него уже капают эти вот самые дни, да, у них? 50 дней там, например, они читают эти книги и так далее. Как успеть-то, понимаете? Выдернуть его. Ну, тогда, возможно, экстренные случаи. И вот, действительно, школа 64, она сейчас 68, их обединили. Они очень ответственно к этому подошли и стали, привлекли психологов, привлекли милиционеров, полицию, в смысле, к тому, чтобы у себя в школе все-таки не допустить этих историй. Провели за последние две недели очень большую работу. И, в принципе, что называется, они настороже. То есть, продолжения вот в этой истории пока не было, пока все спокойно, все нормально. Слава Богу, да, все хорошо, все нормально. То есть, конкретно эти люди там найдены не были, были найдены другие, оказалось, что вроде они как-то не имеют никакого к этому отношения. Но, тем не менее, важно, что школа, учителя и заучи уже понимают, что на них ответственность какая-то лежит, в том числе за этих детей. И они следят не как там большой брат следит за тобой, а следят, ну, по-человечески за детьми, за их интересами, все ли у них в порядке. В такой ситуации главное работать в тандеме родители, школа, там, педагоги, да, и дети, все вместе. Да, и просто интересоваться тем, чем живет ребенок. Потому что вот мы уже после публикации обсуждали, ко мне родитель подошел, говорит, а я вот тоже залез в профиль своей дочери, стал смотреть, нашел признаки. Вот эти все, и говорит, да, они же все в стиме зарегистрированы. Но это же не значит, что стим нужно запретить. Стим это игры, да. Но, получается, он до этого даже не подозревал, что это часть жизни его дочери. Кто еще доказывает, что нужно быть, конечно, занимательным, нужно быть ближе к детям. Спасибо большое, Артем, тебе. Напомним, у нас в гостях был корреспондент Тюменского областного интернет-издания вслух.ру Артем Кушнир.